Друзья, я приветствую всех тех, кому довелось быть гостем на моем авторском канале Адам Ковендиш. Кто не знает, кто может быть случайный гость на этом канале, я со своим слушателем, подписчиками, рассуждаю о 3D пакете и, если вам удобнее, приложении Blender. Итак, одной из любимых моих тем является, конечно же, фантастика, sky-fi, как мы говорим, фэнтези, синематик. Очень часто люблю залезть, покопаться в анимации. И при этом надо понимать, что когда мы с вами даже там где-то подсознательно думаем или хотя бы немножечко подразумеваем Blender, то, конечно же, у нас всплывает в голове рендер. Когда мы говорим рендер, то у нас все взаимосвязано и возвращается к Blender. Я очень хорошо знаю, потому что сам прохожу этот путь, а также прошел определенный путь, что все те, кто увлекся изучением Blender, конечно же, они очень щепетильно к этому вопросу относятся. Они, если действительно серьезно решили этой темой заняться, а именно, скажем так, даже не темой, а, скорее всего, сферой, областью 3D-моделирования, 3D, если хотите, может быть, дизайн, может быть, кто-то готовит себя для того, чтобы разрабатывать какие-нибудь 3D-игры, кто-то хочет создавать какую-то определенную атмосферу, среду, какие-то миры выстраивать и многое-многое прочее. В любом случае, все повязано, все взаимосвязано. Получить рендер – это вообще, я бы сравнил с тем, как облизаться и, наевшись хорошенько меда, чего-нибудь такого вкусненького, сладенького, получить моральное, эстетическое и душевное, если хотите, даже психологическое, конечно же, в самом себе самоудовлетворение. Потому что, когда балдеете вы, обязательно найдется и тот, который будет балдеть параллельно вместе с вами. Знает он вас, не знает, но, глядя на вашу работу, она будет его тоже чем-то увлекать, чем-то манить, заманивать, и человек, конечно же, будет наслаждаться. Итак, я выстроил небольшую сцену, которую покажу вам в конце, продемонстрирую. Я построил такую небольшую sky-fi сцену, я бы сказал, в горах. То есть, некоторый такой sky-fi модуль, башня, можно так сказать, которая располагается где-то среди горных вершин, и это все при таком вечернем, немножечко таком лунном свете. Посмотрите, к башне я подошел очень просто. Вот я перед вами показываю модель. Я выстроил вот такие вот блоки, потом между ними цилиндрическая труба, перенес один у нас наверху, один у нас внизу, то есть, они абсолютно симметричны. Ну, развернул немножечко разные углы поворота, для того, чтобы не смотрелись одинаково панели. Панели я сделал хай-тек. То есть, меня не устраивала просто какая-то плоскость, плашмя, как будто это листы жести. Надо было создать какие-нибудь вентиляционные ребра, где циркулирует воздух, а может быть, какие-нибудь это окна, иллюминаторы, потому что это смотрится все под разным ракурсом. Помните, друзья, если вы подготовитесь к сцене, вы продумаете то, что вы хотите видеть, вы прекрасно поработаете со светом, я бы сказал, светом и тенью, у вас получится вполне интересный по себе результат. Итак, вот такая вот Sky-Fi башня, модуль, которая имеет в себе различные, различные, скажем так, элементы. Смотрится она следующим образом. Смотрите, я включил промежуточный рендер, то есть текстура. Это у меня вот такой вот листовой металл. Видите, я его разделил на панели, много панелей. Это все напоминает, я бы сказал, такое, знаете, именно как бы прибаренные, соединенные между собой листы. Вот она проходит, центральная ось, труба, и переходит в следующую нижнюю часть этого модуля. Если посмотреть теперь в рендере уже конечном, там, где я использовал освещение, это у нас выглядит следующим образом. Сейчас это не покажет, потому что я нахожусь в изолированной модели. Сейчас, чтобы вам было понятно, я подключу целиком всю сцену. Итак, перед нами появляется вся сцена. Сцена выглядит следующим образом. У нас есть так называемый landscape. Я использовал такой вот песочный грунт. Дальше. Я расположил определенное количество, вот я вам селектирую их, горных камней. Это различные, очень интересные, красивые горные породы. На заднем плане у нас расположен, конечно же, большой, крупный в своем масштабе, plane, то есть мы имеем плоскость, на которую я, как правильно бета выразится, транслировал задний план, то есть самый далекий второй план, где располагаются красивые, уходящие вдаль горные вершины. И логически понятно, если включаем камеру, вот перед нами камера, именно вот так она захватывает ракурс. Мы видим, что у нас там, позади, и будут наши горные вершины. Здесь перед нами модульная вот эта вот башня. Еще одна где-то появляется оттуда, как бы свисает сверху, с небес. И вот они, вы видите, наши камушки. Сцена выглядит следующим образом. Включаю рендер промежуточный, и вот он появился рендер. Сейчас это всего лишь промежуточный, подчеркиваю, рендер. То есть это мы видим, как представляют себя текстуры, но еще не при освещении. Это всего лишь текстуры при так называемой хаш-дирай карте. То есть естественный свет от панорамической карты в 360 градусов, он бросается, то есть падает на эту сцену, и мы видим, как он отражает себя. То есть каждый камень, посмотрите, каждый объект, вот этот или вот этот, он отражает именно себя так, как на него падает в данном случае свет. И в конечном итоге, конечно же, когда все это я собрал, я очень внимательно подумал, как же будут представлены, как будут смотреться эти текстуры. И смотреться они будут следующим образом. Очень интересно и очень качественно. А проделывал я работу, конечно же, в Сайклсе. Потому что именно он при своих шагах, при накручивании своих сэмплов, выдавливает из каждого пикселя последний его сочный, смачный сок. Внимание на экран. Смотрим на конечный результат. Продолжение следует... Продолжение следует...